Всем привет, с вами снова Евгений и сегодня мы попробуем нарисовать спиральную поверхность с переменным шагом. Также рассмотрим опрос создания резьбы с переменным шагом и винтов с переменным шагом. Итак, приступим. Для начала рассмотрим один инструмент из вкладки Patch. Но для его основы нам нужно две траектории. Итак, для начала я создам спираль. Инструмент Коил на виде сверху. Я создам спираль диаметром 100 мм и высотой 100 мм. В этом поле Section Size я веду 10 мм. Это радиус этой проволоки будет. Нажимаю ОК. Далее я создаю вторую пружину спираль. Из этой точки, например, с радиусом 200 мм. В высоту я ставлю 100 мм. И в Section Size я ставлю также 10 мм. И нажимаем ОК. Что мы видим на виде сбоку. Так, где-то небольшая ошибка закралась. Хейт должна быть 100. ОК. Да, хорошо. Теперь же я просто вызову инструмент Линия. Клик на эту поверхность. У меня здесь поставлена галочка 3D Sketch. Ну, я в принципе могу вот так вот их соединить. И нажать галочку. Стоп Sketch. Далее я перехожу в рабочее пространство Patch и выбираю инструмент Sweep. Вот здесь вот в выпадающем меню Type я выбираю Path and Guide Rail. Далее лучше снять здесь галочку Chain and Selection. Потому что иногда некорректно начинают отображаться вот эти вот. Объединяться, да, скажем, базовый контур и направляющие. Поэтому как направляющий профиль я выбираю эту линию. Дальше я выбираю первую направляющую и вторую. Нажимаю ОК. Отключаю наши два тела. И мы с вами наблюдаем вот такую вот спиральную поверхность, которую легко преобразовать в тело. С помощью инструмента Thicken добавим, например, толщину 1 мм. И нажим ОК. Вот такое тело у нас с вами получилось. Обратите внимание на виде сверху, что все четко. Никаких дополнительных ошибок мы не видим в построении. Я предлагаю строить такую вот поверхность с переменным шагом. Тоже с помощью инструмента Sweep. Но, соответственно, нам с вами нужны вот эти два пути. Первый и второй, которые бы у нас меняли бы шаг в пространстве. Мы с вами можем делать трехмерные скетчи. И я создал вот такой вот базовый набор тел. Открою Борис. Здесь у меня их некоторое количество. Соответственно, что здесь такое? Здесь 5 тел с высотой 30 мм и 5 тел с высотой 20 мм. Нажим Close. Далее, что я сделаю? Я просто вызываю инструмент Spline. Например, выберу вот эту поверхность. Здесь поставлю галочку 3D Sketch. И просто выбираю поверхность. В принципе, нужно выбирать... Я для себя понял, что на одной поверхности нужно выбирать вот эти вот противоположные угловые точки. И с шагом на одну ступеньку, вот так по диагональке, я буду соединять все вот эти вот точки и вот эти вот точки. Нужно аккуратненько выбирать точки привязки, они периодически пропадают. Нужно аккуратнее позиционировать свой курсор здесь. Вот я завершил делать такую спиральку. Нажму Stop Sketch и посмотрю на виде сверху. Мы видим небольшие огрехи. Вот такие вот. Одна спираль находится чуть дальше, другая чуть ближе. Как раз вот в этом месте как раз Spline построился немножечко некорректно. Но пока не будем вращать на это внимание, продолжим. Я отключу видимость этого скетча. Выберу вот этот набор тел и отключу их видимость. Посмотрим, где начинается здесь. Также я выберу инструмент Spline и с привязкой вот к этой точке я начну устроить еще одну такую пространственную спиральную линию. А, нажмем Stop Sketch. В принципе, мы с вами закончили это делать. Единственное, что на этом виде, я сделаю эскиз в виде вот такой вот линии, соединяющей две вот эти вот точки. Нажму Stop Sketch, перейду в рабочее пространство патч, отключу видимость тел и вызову инструмент Sweep. Здесь обязательно Path and Guide Rail. Снимаем галочку. Я выбираю профиль, выбираю первую направляющую и вторую направляющую. Нужно вернуть видимость тел. Произошла какая-то ошибка. Скорее всего... Так, раз. Да, там я выбрал лишнюю линию. И мы получаем с вами вот такую вот спиральную поверхность. Посмотрим на виде сбоку, которая у нас при движении. В данном случае влево меняет свою длину. Можно, конечно, продолжить этот эскиз. Немножко процесс утомительный, однообразный. Но с помощью него можно получить вот такой вот интересный результат. Правда, есть одна небольшая особенность. Из-за того, что у нас были эскизы, немножко выступали друг относительно друга. Здесь мы наблюдаем с вами ту же самую проблему. Перейдем в рабочее пространство модель. И я создам эскиз на виде спереди. Просто это лечится. Я создаю одну окружность. Вторую. И третью. С помощью инструмента Extrude. Уберу симметрично. Уберу операцию Cut и нажму ОК. Посмотрим. На виде сверху все теперь выглядит очень ровненько и не наблюдаются ошибки. Далее к этому можно применить операцию утолщения тыкин. Например, 3 мм и нажмем ОК. ОК. Хорошо. Для наглядности я создам здесь эскиз и проведу операцию Extrude в обе стороны но с операцией Join. Здесь немножечко не получилось. В принципе мы можем менять с вами в инструменте Sweep базовый профиль мы можем сделать его иконическим и сферическим как вам больше нравится. Также я немножечко поэкспериментировал и посмотрел я создал ряд тел и посмотрел как влияет расположение тел и их размерность на то как будут выглядеть спирали вот эти на виде сверху и обнаружилась такая интересная особенность здесь мы видим два тела высотой 20 и два тела высотой 30 мм поэкспериментировал и так на виде сверху виде спереди в данном случае не хватает данных тел чтобы все это замкнулось в одну окружность в данном случае мы видим очень хорошую окружность здесь у нас три тела одного размера и плюс три тела другого размера то есть три тела по 30 и три тела по 20 здесь я добавил плюс одно тело то есть 4,4 и здесь 5,5 посмотрим здесь мы также наблюдаем некоторые такие вот ошибки построения даже скорее не ошибки а особенности построения при переходе с одной величины на другую здесь мы тоже наблюдаем такие вот особенности построения то есть окружность здесь не идеальная я проверил еще один способ я создал три одинаковых тела по 30 три тела по 20 и три тела высотой по 10 миллиметров здесь ошибок меньше но они тоже так наблюдаются в некотором смысле поэтому наверное все-таки можно использовать вот этот первый способ предложенный мной с последующим обрезанием с помощью операции экструд поверхности до нужных нам с вами размеров поэтому скорее всего базовую поверхность вам придется создавать чуть большего радиуса чем вам нужно и потом обрезать ее до потребных вам размеров я для себя нашел вот такой способ построения обязательно оставляйте комментарии под видео может быть вы сможете подсказать какой-нибудь более интересный способ либо указать на дополнительные возможности при построении данного тела я желаю вам творческих успехов пока-пока пока-пока